Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал AlexNFM. Сегодня мы приехали во Францию на известную ферму соли. Тут делают соль из морской воды. А вы знаете как? Сейчас объясню. Кстати, извиняюсь, что нет звука в видео. Там был такой сильный ветер, что не было ничего слышно. Только в конце видео есть звук. А соль производить на такой ферме несложно. Надо завести морскую воду в эти лужи, где под землей глина. Когда вода высохнет, останется слой соли. И можно сделать так же 20 раз. И только тогда собирать эту соль. Этот слой может быть очень толстый, поэтому могут сделать сразу 2,5 тонны соли из одного озерка соли. Это как две машины, полностью сделанные из соли. Эта вода случайно попала мне в рот, и я был в шоке от того, какая она была соленая. К нашему удивлению, эти соляные озера были холодные, хотя находились всегда под палящим солнцем. Сейчас на видео видно в таймлапс, как мы месим глину. Вам интересно, зачем? Мы делали ловушку для человека, который там пройдет. Я тщательно разровнял эту глину, и получилась как будто ровная поверхность. Но, если на нее наступить, можно провалиться глубоко в черную грязную жижу. Даже для меня это немного противно, но все равно очень прикольно. Потом я полностью закрасил руки и ноги в этой черной жиже и бегал за моим братом, а он боялся испачкаться. И думал то, что я зомби. Еще раз скажу, к нашему удивлению, эти соляные озера были холодные, хотя они всегда, весь день находились под палящим солнцем. Даже мне было жарко на воздухе. И я не могу представить, каким холодным было море, если такие маленькие озера не теплые. Еще там был сильный ветер, и у меня унесло тапки и носки, прямо как в нашем видео про Черногорию 10 тапок. Кстати, если еще не смотрели, обязательно посмотрите. Оно должно вам понравиться. И вот я по колючим камням бежал собирать тапки и носки моего брата и меня. После соляных ферм мы поехали в зоопарк и сафари, но об этом в следующем видео. Обязательно посмотрите, куда он выйдет. Если посмотреть на фон, где горы, то можно разглядеть вот иные турбины, которые делают электричество из ветра. Хотите увидеть, как выглядит грустная турбина? Вот так. Шучу, это просто она после торнадо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А у нас картошечка и рыбка. Поблизости от фермы был музей и магазин соли. Тут продают соль за бешеные цены. Килограмм, который где угодно стоит 30 центов, тут стоит 6,5 евро. Помимо этого, там есть дегустация запаха специй. Должен сказать, что многие специи пахнут очень даже вкусно. Например, соль с базиликом. Еще там продаются вещи, которые абсолютно не имеют отношения к соли. По мне это довольно странно. Ну, музей соль прикольный. Там рассказывают, как ее делают, какая она бывает. И я узнал, что бывает красная соль. Не по тексту, а по картинкам. К сожалению, я больше ничего не понял. Так как все было на французском. А я этот язык еще не знаю. А еще на ферме мы сделали ловушку. Мы достали много глины и месили ее, пока она не стала очень мягкой и жидкой. Затем мы выкопали яму и залили туда эту глину. И я ее тщательно разровнял. Получилась фальшивая поверхность, в которой, если наступить, провалишься. Еще я слепил шарик. Но я забыл его там. И я не знаю, если он застыл. Этот шарик был очень ровный. И уже почти застывал. А потом мы уехали, и я про него забыл. Как жалко. Как вы видите, это уже другая ферма соли. Но там тоже производят соль. Это так, как ферма, как раз у которой есть музей. Я хотел залезть и в эту жижу и обмазаться. Но, к сожалению, или может даже нет, под землей жили личинки комаров. И причем не чуть-чуть, а тысячи. Просто я наступил, и тысячи личинок комаров вылезли из-под земли. Если посмотреть сверху на эту ферму, эти озера выглядят как просто большие квадраты. И они разделены такими насыпами, по которым мы ходили, и между которыми вода. Здесь вода тоже очень соленая, потому что это тоже ферма соли. Субтитры делал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова